Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Отдохнули и хватит. После двухнедельного перерыва Рада снова в работе. За что голосовать будут и о чем уже спорят. Райские триллионы. Политики, звезды и даже королевы Великобритании засветились в офшорном скандале. Какие из украинских фамилий там фигурируют? Круг второй. Пограничника Калмогорова освободили, но будут судить снова. Накажут или оправдают? Расстрел в Техасе. 26 человек убиты во время воскресной службы в церкви. Что известно о нападавшем? Брюссель не держит. Вена ждет. Пучдимона освободили в одной стране и готовы принять в другой. Чем закончится дело бывшего лидера Каталонии? Чудеса продуктивности обещают нам народные депутаты, которые вернулись в Раду после двухнедельного перерыва. Утверждают, что смогут решить, как выбирать самих себя и на какие деньги жить в стране в следующем году. Завтра начнут обсуждение двух законопроектов, изменяющих избирательную систему, а дальше госбюджет на следующий год. Впрочем, по этому документу они уже спорят. Подробнее Екатерина Лысенко. Две недели они не работали и теперь собираются наверстать упущенное за те же две пленарные недели. Девиз «Осень реформ» уже не актуален. Сейчас у нардепов в приоритете большая приватизация и старт бюджетного процесса. На четверг пропонуются два блоки. Парчим питанием пропонується урядовый законопроект про приватизацию государственного мейна, который предъявляет процедуру приватизации, чтобы она была прозорой и понятной для всех. Это, перед всем, рассмотрение законопроекта про государственный бюджет Украины на 2018 год и поясненных с ним изменений до бюджетного кодексу. Наступное вопрос – рассмотрение законопроекта про приватизацию государственного мейна. Напоминаю, на сегодня значительная количество государственных предприятий является не поддержкой, а тягарем для государственного бюджета Украины. В оппозиционных фракциях особой радости вопрос приватизации не вызвал. Да и к проекту бюджета есть вопросы. Попереджаем парламент. Червону межу с землей, с приватизацией стратегических объектов государства, с фальшированием законов про выборы, про антикоррупционный суд и про знятение недоторганности. Червону линю мы вам перейти не дамо. Бюджет, который внесли, поддерживать категорично неможливо, как и все три предприятия. Потому что в этом бюджете закладена та тарифная политика, которая нищит сегодня каждую украинскую семью. Мы категорично не поддерживаем проект бюджета в варианте уряда, который внесен в порядок день и на вторник. Мы считаем, что этот проект бюджета – это типовое створение полицейской страны с бедным населением. Мы не поддерживаем увеличение выплат на силовые структури и, одновременно, увеличение выплат на социальные потребности населения. Мы надали свой вариант проекта бюджета, бюджетный комитет, и будем голосовать за него. Потому что мы там показали, что за счет инфляции, уменьшение коммунальных тарифов в два раза и уменьшение финансирования селевых структур, мы отримываем дополнительный финансовый ресурс, который направляется на социальные потребности населения. А настроение парламенту могут задать акции протеста на улицах. Самопомощь, которая изначально поддерживала митингующих, сегодня своими флагами демонстрации не прикрывает. Но идеи продолжает торпедировать. Никакого суду над коррупционером в стране не произошло. Может, это не нормальные, адекватные требования? Абсолютно есть. И много других важных вещей, которые сегодня влада не собирается выполнять, потому что она прикрывается войной. И говорят людям, что все хорошо, проводим реформы. Сегодня люди, не партии, вышли на Грушевского. То, что там есть присутные депутаты от других партий, это их личная воля. Но я лично также скажу, что этот тиск нужен. Впрочем, что касается антикоррупционного суда, то законопроект о его создании в работе зависит, в том числе, и от нардепов. Свой вариант закону президент уже пишет. Если протягом двух недель рабочая группа не будет создана, и такие основные тезы и позиции не будут угодлены, президент, соответственно, к своих повноважений и соответствующих норм Конституции Украины, внесет свой закон про антикоррупционный суд. Кроме законодательных решений у депутатов на повестке дня также кадровые вопросы. Это и ротация в ЦИК, и вопрос судей Конституционного суда, и омбудсмен, и счетная палата. Правда, эти вопросы уже полгода как актуальны. Пока же парламенту было не до них. Екатерина Лысенко, Иван Нермаков, Геннадий Аньгейенко. Подробности телеканал Интер. Райский закрома. Где прячут свои деньги и уклоняются от уплаты налогов 120 богатейших людей мира, среди которых и королева Великобритании, и действующий госсекретарь США. Очередное международное расследование журналистов вытащило на свет пренеприятнейшую для многих информацию. Кто всплыл в райском досье? Подробнее Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Через полтора года после громкого Панамагейта новые масштабные разоблачения. По сути, райское досье – это иллюстрация того, как богатые становятся еще богаче. Это расследование международного консорциума журналистов и его партнеров. 400 журналистов из 67 стран в течение года изучали полученные инсайдерским путем бухгалтерские отчеты компаний, помогающих выводить деньги в офшоры. Среди них международная юридическая фирма Applebee, славящаяся очень влиятельными клиентами, среди которых принцессы, голливудские звезды и главы правительств. Расследователи изучили 13,5 миллионов документов. И на этой неделе началась первая волна разоблачений. По всему миру выходят специальные репортажи о том, как богачи научились обходить законы. Милости прошу на Бермуды, красивый остров в Атлантике. Но это намного больше, чем просто несколько хороших пляжей. Это место притягивает миллиарды долларов самых богатых людей и больших компаний со всего мира. Из документов видно, что самые зажиточные люди мира переводят свои капиталы в так называемые налоговые оазисы. Они используют сложные системы трастов и фондов, чтобы уклоняться от уплаты налогов. А это значит, что государственные бюджеты разных стран не досчитываются огромных сумм. Впрочем, запутанные финансовые схемы не всегда означают, что эти люди нарушают закон. Это может быть и просто удачным манипулированием законодательства. Среди хитроумных богачей госсекретарь США Рекс Тилерсон, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, всего более 120 политиков из 50 стран, в их числе и Украина. Также такие фирмы-гиганты, как Nike, Apple и Facebook. Даже Её Величество, Британская королева, инвестировала 13 миллионов долларов в офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. До конца недели расследователи обещают обнародовать ещё больше разоблачительных материалов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Райским досье потрясён еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси. Чиновник призвал немедленно создать европейский реестр офшорных, как он их назвал, уклонистов. Среди фигурантов райского списка засветились и украинские толстосумы. Без них не обошлось миллионы долларов, яхты и бизнес-компании. Кто из наших политиков прячет всё это за офшорными схемами? Смотрите далее. В новом офшорном компромате на мировых политиков сплыли имена и украинцев. Знакомьтесь, Валерий Ващевский, бывший вице-премьер от радикальной партии, совладелец одной из компаний на Мальте. Марфа Холдинг числится как компания, способствующая развитию туристического бизнеса. Вторым директором и акционером значится гражданин Мальты Марвик Борг. Причём доля Ващевского почти в 10 раз превышает долю Борга. В конце этого года фирма начала процедуру ликвидации. Борг объяснил этот тем, что совместный бизнес с Ващевским не получился. Напомню, Валерий Ващевский занял пост вице-премьера Украины по вопросам инфраструктуры в декабре 2014-го. Он выдвиженец радикальной партии Олега Ляшко. В сентябре 2015-го подал в отставку в связи с формальным выходом радикалов из коалиции. А вот депутатского мандата его лишили досрочно. После того, как разгорелся скандал из-за причастности Ващевского к хищениям в Укараптадоре и наличия у него второго гражданства. Того самого островного государства Мальта, в котором он открыл офшорную фирму. Два года назад тогдашний вице-премьер Ващевский назвал это провокацией. Хотя материалы так называемых райских бумаг очередного международного расследования журналистов подтверждают, отношение к Мальте бывший чиновник все-таки имеет. Впрочем, для уклонения от налогов не обязательно офшоры. Вам может, например, банально повезти в азартных играх. Такую схему недавно протестировал главный радикал нашей страны Олег Ляшко. На этой неделе он снова внес изменения в свою электронную декларацию. Фартовый нардеп помимо трехкратного выигрыша на ставках в футбольных матчей добавил туда еще 89 тысяч гривен банковских процентов. Эти деньги главный радикал получил благодаря вкладам в Ощадбанки. Ранее заявление Ляшко о выигрыше 570 тысяч гривен в лотерею вызвало общественный резонанс. Уж слишком похоже на банальную попытку отмыть деньги. Антикоррупционные органы и на ПК, и на БО обещали разобраться с депутатом и проверить легальность. Его выигрыша в лотерею. Офшоры радикалов должны расследовать парламентская следственная комиссия. Об этом заявил лидер соцпартии Сергей Каплин. Причем речь идет не только о бывшем вице-премьере Валерии Ващевскому, который засветился со своей компанией на Мальте. Изучение по словам Каплина требуют также кипрские и белисские офшоры Олега Ляшко и так называемого партийного кассира Олега Аверьянова. Каплин считает, что они ограбили украинцев на миллиарды долларов. Нардеп обратился в НАБУ с просьбой проверить обнародованные журналистами факты по Ващевскому. Что же касается других радикалов, то заявления уже были поданы. И Каплин считается, что создание в Верховной Раде следственной комиссии ускорит это расследование. Это скандал международного значения. И там в этом скандале фигурует наш радикал. Людина, которая занимала третью посаду в стране по квоте радикальной партии Олега Ляшка. Какую Ляшку лично и вся банда Ляшка протяжировала и делала ей дах в уряде. В то же время в очередном офшор-гейте фигурируют не только радикалы, но и чиновники из команды главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Каким образом они всплыли в райских бумагах, смотрите в материале. Газовый миллионер. Речь идет о еще одном украинце, засветившемся в новом офшорном скандале. Им оказался топ-менеджер Сергей Алексеенко. В начале прошлого года на острове Мэн он основал компанию для вывода валюты за границу. Pioneer Foundation. Просуществовала она 14 месяцев. По данным журналистов-расследователей, к схеме вывода валюты могли привлечь Альфа-банк. А счет для фонда Алексеенко решили открыть в банке Кипра. Алексеенко планировал вывести через офшоры миллион долларов. Эта история как минимум очередной удар по главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, чьим человеком, по сути, и является Алексеенко. Сам же Коболев, по данным украинских новин, успел слетать в Лондон. В командировку ездил к известному филантропу и олигарху Джорджу Соросу, якобы решать дальнейшую судьбу «Нафтогаза». Об этом свидетельствуют документы, подписанные самим Коболевым. Элитные командировки, к слову, для руководства компании – дело привычное. Жить на широкую ногу монополисты привыкли уже давно. Например, весной вокруг «Нафтогаза» разгорелся большой скандал. Выяснилось, что топ-менеджеры увеличили себе зарплаты в 13 раз. В среднем каждый из руководителей НАК заработал за прошлый год 8 миллионов гривен. А вот годовая зарплата самого главы «Нафтогаза» Андрея Коболева составила 20 миллионов гривен. Еще в августе ГПУ открыла против топ-менеджмента компании уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. О неэффективности «Нафтогаза» говорят и в социалистической партии. Там призывают народных депутатов ликвидировать эту компанию. Лидер социалистов, нардеп Сергей Каплин, на своей странице в Фейсбуке опубликовал соответствующее постановление. По его мнению, предприятие лишь проедает миллиарды инвестиций. Также социалисты требуют немедленно провести аудит «Нафтогаза» и принять законопроект, который предусматривает использование газа внутренней добычи исключительно для нужд населения, без наценок. По их мнению, это поможет снизить тарифы на голубое топливо. В центре Киева напали на иностранного дипломата. Так как сообщили в нацполиции, неизвестный ударил его прямо на Майдане незалежности. По неофициальным данным, это потерпевший второй секретарь посольства США в Украине Амар Карденти. Так ли это в МИДе не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что не получали официальной информации о нападении от национальной полиции. Траур объявлен в США. Страну шокировал очередной массовый расстрел. На этот раз в Техасе преступник открыл огонь по прихожанам Баптистской церкви. 26 человек погибли и 20 были ранены. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Все как и недавно в Лас-Вегасе. Множество жертв. Преступник-одиночка расстрелял людей и был убит. А значит, мотивы не установить. Известны только обстоятельства. В городке Сазерланд-Спрингс в Техасе одетый во все черное мужчина сначала открыл огонь возле местной Баптистской церкви, где шла служба, а потом ворвался внутрь. 26 загубленных жизней. И мы пока не знаем, увеличится ли это количество. Все, что очевидно, слишком многие долго будут пытаться справиться с этой болью от потери близких. Преступник не жалел ни женщин, ни детей. Хладнокровно застрелил беременную женщину и троих ее малышей. Кто-то из местных мужчин, заслышав выстрелы, открыл ответный огонь. Это Техас. Тут многие носят с собой винтовки. И это единственное, что заставило нападавшего остановиться. Он просто не ожидал, что кто-то окажет сопротивление. Преступник выронил оружие и побежал к своей машине. В автомобиле его и нашли мертвым. Пока непонятно, достало убийцу пуля или он в итоге застрелился сам. Стрелка зовут Дэвин Патрик Келли. 26 лет, был уволен из армии за то, что жестоко обращался со своей семьей, избивал жену и ребенка. Год провел в тюрьме, три года как освободился. Но с тех самых пор не давал никаких оснований для подозрений. Не было ничего предрассудительного или криминального. Поэтому, когда в апреле прошлого года пришел в оружейный магазин, чтобы купить винтовку, по местным правилам не было никаких оснований, чтобы ему отказать. В доме киллера провели обыск. Искали взрывчатку или агитационные материалы ИГИЛ. Как в деле о недавнем нападении на людей в Нью-Йорке. Но пока ничего не обнаружили. После трагедии Америка снова заговорила о необходимости жестких ограничений на ношение и покупку оружия. И даже Барак Обама, президент, который за 8 лет своего пребывания в Белом доме так и не смог ничего изменить, сейчас опять призывает страну вернуться к этой проблеме. Но понятно, что пока у власти Трамп и республиканцы этого не будет. Президент лишь объявил четырехдневный траур и распорядился направить в Техас лучших следователей столицы. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И новые подробности в расследовании убийства Эдуарда Аксельрода. Напомню, его расстреляли в Харькове в ночь субботы на воскресенье. Задержать убийцу по горячим следам не удалось, но зацепки у полиции все же есть. Какие знает Светлана Шакера. Эдуарда Аксельрода убили во дворе его дома. По автомобилю выпустили две автоматные очереди. К приезду правоохранителей мужчина был уже мертв. Машина закрыта изнутри, двигатель работал. Убийство совершил один человек, но мы предполагаем, что есть и другая человек, которая надавала помощь убийству, находилась неподалеку на транспортном засобе и обеспечила отступ от злочинца. Зброя не найдена. Сегодня в полиции официально подтвердили убитый 45-летний Эдуард Аксельрод. Родился в Барнауле, но уже долго жил в Харькове. Имел украинское гражданство. А вот относительно того, был ли покойный криминальным авторитетом по кличке Эдди Клёпа, в полиции говорят только, что в Украине у Аксельрода судимости нет. Мы понимаем, что он планировал заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому налагоджировал предпринимательские связки на территории города Харькова для подальше предпринимательской деятельности. Клёв, с которыми он общался, нам известны. Исходя из этих данных, у полиции есть три основные версии убийства. По-перше, это умисное убийство выполнено из кола оточнения потерпелого, с корысловых мотивов, помсти, або любые особенные неприязные отношения. Другую версию следствия рассматривает у нас, как умисное убийство выполнено через борговые обязанности. Ну и третья версия, которая рассматривает следствие, это выполнение убийства с метою перераспадения сфер вплива криминального сосредоточения города Харькова. Проверяют следователи и еще одну версию. Накануне бывший нардеп Виктор Уколов на своей странице в Фейсбуке написал, что Аксель Рот был причастен к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве. Эту связь в комментариях подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. По его данным, Аксель Рот был связующим звеном между заказчиком убийства Владимиром Тюриным и руководителем группы исполнителей Юрием Василенко. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Сергей Калмогоров свободен. Его выпустили из-под стражи прямо в зале суда. Напомню, это пограничник, которого приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мирной жительницы в сентябре 2014 года. Калмогоров вместе со служивцами открыл огонь по автомобилю, когда водитель отказался остановиться по команде и попытался прорваться через блокпост. Произошло это на окраине Мариуполя сразу после серии нападений на пограничников. Все подробности сегодняшнего суда знает Руслан Смещук. Тесный, переполненный зал судебных заседаний. Кроме самих участников процесса в коридорах десятки репортеров, а также пришедшие поддержать Сергея Калмогорова, побратимы, активисты и нардепы. И вот после нескольких перерывов и долгих часов ожидания вердикт. Судья пытается успокоить собравшихся. Эмоции зашкаливают. Ранее возле здания суда эмоции выплеснулись. Досталось советнику министра внутренних дел Зорину Шкиряку. Впрочем, оказалось, что Сергея Калмогорова не оправдали. Дело отправляется снова в Мариуполь на повторное слушание. Но туда обвиняемый поедет уже сам, а не в автозаке. На этом еще процедура не завершена. Трагедия, нужно разбираться. Но поскольку касационная инстанция избавлена возможности доследовать доказы, то их должен доследить суд первой инстанции повторно. И вот впервые после двух лет в СИЗО пограничник Сергей Калмогоров делает первые шаги на свободе. Я сейчас немножечко, понимаете, в другом измерении, поэтому я прошу прощения. А вы понимаете, что суд в первой инстанции снова может вам обрати какую-то меру запобежного захода, и, возможно, не ближайшим часом? Я прекрасно это понимаю, поэтому мы будем готовиться уже посерьезно. Позиция простая, правомирность. Видите, микрофон. Уже после слушания адвокат обвиняемого заявляет, касацией довольна. Но это только первый шаг к оправданию ее клиента. Все свои аргументы мы навели, сторона захиста навела подчас судового заседания. Это то, что доказы есть неналежными, недопустимыми, на какие посылался суд. Суперечности не были усунены. Что касается обвинения, то прокуроры просто ретировались от репортеров и группы поддержки Калмогорова. Но спустя час все же дали брифинг. Хотел бы отметить, что судонка социальной инстанции не проверялась сегодня в зале суду належность и допустимость доказательств, которые были собраны органами досудового расследования. Фактически на данный момент совершила проверка подчас судового заседания, дотримание норм права материального и процессуального. В переводе с юридического языка Калмогорова отпустили, но пока не оправдали. И уже завтра сам пограничник и его сторонники обещают провести пресс-конференцию. Руслан Смещук, Геннадий Вивденко, Сергей Еременко и Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Напомню, суд над Калмогоровым должен был состояться еще 2 ноября, но на заседание не явился тогда прокурор. После этого группа народных депутатов вместе с активистами отправились в генеральную прокуратуру на встречу с Юрием Луценко. Тогда генпрокурор пообещал взять дело пограничника под личный контроль. Понятно, что поднялась общественная волна в защиту сержанта Калмогорова. И здесь надо дать должное генеральному прокурору, что он в этом вопросе проявил инициативу и прошел на встречу представителям общественности как раз во том ракурсе, что это дело должно быть пересмотрено. И что приговор, действительно, вот этот приговор суда первой инстанции вызывает очень много вопросов. Ну, конечно, это играло основную роль, наверное, именно вмешательство Юрия Луценко и генерального прокурора в эту ситуацию. Понятное дело, что вот именно такое давление с разных сторон и создает такие прецеденты. Президент доволен решением о пересмотре дела Калмогорова. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук. Он признался, что следил за ходом судебного процесса и переживал за судьбу ветерана АТО. Петр Порошенко надеется, что во время нового разбирательства суд учтет все обстоятельства этого сложного дела. Активность боевиков на Донбассе пошла на спад. С начала суток пять провокаций. Тем временем Авдеевка и Опытная приходят в себя после вчерашних обстрелов. Противник выпустил по этим населенным пунктам почти 250 ракет из реактивных установок ГРАД. О последствиях расскажет Ирина Баглай. Обратно шесть единиц. Шесть единиц ГРАД. Так вчера еще засветло перед Авдеевкой рвались ракеты ГРАД, выпущенные боевиками по позициям украинских защитников. Протягом полтора часа был плотный обстрел. Поклали сюда близко 50 снарядов. Плотным огнем наемники накрывали военных из нескольких точек. Было порядка шести налетов. Залпы были по 8-10 снарядов одновременно. Потом 10-15 минут перерыва. Потом снова. Я так понимаю, что, возможно, где сидел коррегуальник. Корректировку артиллерии противник вел из неба. С беспилотных аппаратов уже после обстрелов в ночи еще потом залетело два. Результаты своей работы, скажем так, они оценивали. Менее 10 секунд было у бойцов, чтобы укрыться, когда здесь рвались ракеты ГРАД. Снаряды были установлены на фугас. Так что разнесли просто эту бетонную дорогу, образовав яму в полтора метра глубиной. Расчет боевиков был уничтожить полевые укрытия наших военных. Залетает снаряд в землю и там через доли секунд взрывается. Вы видите, как выворачивает землю. То есть не при касании, а при том, как уже зайдет в грунт. Вот осколочки. Позже удалось зафиксировать. Белие села Яковлевка рядом с захваченной Ясиноватой и с окраины Донецка. Грады сменили минометы уже в сторону села Опытное. С боку Спартака, с жилых кварталов, а отстань, я думаю, не меньше, я думаю, 10 километров. Не меньше 10 километров, потому что спостерегачи, спешок именно старта не видели. Направление выстрелов можно определить по этому входу, не разорвавшиеся ракеты. Слышно, как в землю был вход, а разрыва не было. Оно так всосало в себя. Такой звук был. А потом пошли разрывы. Много очень осколков понахотили. Если так на вскидку, сколько километров? Больше 20 нашли. Несмотря на плотный артобстрел, военным вчера удалось предотвратить прорыв штурмовой группы противника. Под прикрытием минометов четверо наемников пытались зайти на одну из передовых позиций. В такой количестве не наступает, чтобы отрезать. В такой количестве наступает для чего? Сделать, скажем так, пару двухсотых, забрать, может, какую-то оружие, а потом, естественно, по своим телеканалам показывать, как они расправляются. Урожай доказательств пока остается на нулевом рубеже. Международные наблюдатели сюда не едут. С утра снова слышно одиночные взрывы и стрельбу. Свидетелями артобстрела боевиков стали и жители окраина Авдеевки. Снова вспомнили, как страшно шелестит град. Здесь очень сильные два взрыва было. Такие над домами пролетали. Грады, наверное, шелестели. Облаки поднимались черные, там метров на 50 вверх. Со вчера люди снова вынуждены искать укрытия в изрядно побитых снарядами и осколками домах. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Оккупированный Луганск остается без воды. Об этом заявили в Луганском энергетическом объединении. И задолго, почти 157 миллионов гривен, компания обесточила Попаснянский водоканал. Предприятие снабжало водой в основном неконтролируемые территории. Только в этом году водоканал потребил электроэнергией на 78 миллионов гривен. А из тех денег, которые перечисляют оккупированные районы, предприятие смогло заплатить всего лишь 45 миллионов. 60% украинцев считают, что главной задачей для власти является скорейшее завершение войны. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Политик подчеркнул, что этим вопросом нардепы обязаны заниматься ежедневно до полного завершения конфликта на востоке Украины. Досвіду спілкувания с спецпредставником США по обрегуливанию конфликта пану Уолкеру. Можу сказать, что у меня появилось ощущение, что действительно идет пощупку конкретного достижения проблемы, а не просто переговоры ради переговоров. И мы должны допомогать этой посредственной миссии, принимать решения в парламенте, которые допоможут вырешивать ключевые вопросы соведнования территориальной целостности державы, повернение территории людей. Когда служба не опасна, но трудна. Центральный мост в Днепре ремонтируют военные. Это срочники, которых на объект отправило командование их части. Место активисты возмущены. Они утверждают, что солдат используют как рабов. Так ли это, выяснял Елена Миндалюк. В строительной бригаде на центральном мосту пополнение. К работам привлекли срочников. Это видео снял местный активист Вячеслав Поездник. Солдаты общаются с ним неохотно. Есть вот ребята, которые говорят, что они срочники, строят мост. Вы в курсе этого? Конечно. То есть это нормально? Прочистое нормально. Впервые военных Вячеслав Поездник увидел здесь в начале ноября. Выяснил, солдат привезли из воинской части Новомосковска. Службу несут в понтонном мостовом полку. К нашему визиту здесь, похоже, были готовы. Командир с порога показывает лицензию, позволяющую задействовать в военных настройках. Второй документ – договор с компанией-подрядчиком, которая ремонтирует центральный мост в Днепре. Работу 20 человек оценили в 10 тысяч гривен. Это деньги, которые мы должны выработать на производство. Сверление отверстий, бетон, бетонирование. Заключен доллар, который личный состав вырабатывает. И дальше мы работаем с ними на следующих договорных обязательствах. Сами солдаты на вопросы о зарплате отвечать не хотят. На самом деле военных держат, как рабов, уверяет активист. Сумма договора там, ну, очень маленькая. То есть она даже не покрывает вот эти расходы на сам бензин. Мы пытались связаться с директором компании, которая занимается реконструкцией моста. Но трубку он так и не взял. Не удалось застать его и в офисе. Вообще сегодня никого не было. На официальном сайте компании мы нашли сообщения. Военных привлекли, чтобы ускорить работы. В мэрии в ситуации разбираться не собираются. Это подрядчики нашего генерального подрядчика. Заплатят им, рассчитаем с ними сахаром, соломой. Это его личное дело, это их хозяйственные отношения. Мы не собираемся в них вмешиваться. Реконструкция центрального моста по предварительным подсчетам обойдется городскому бюджету в 249 миллионов гривен. Компания-подрядчик уже получила 35% от суммы. Но так как сроки сдачи объекта давно истекли, договор с ней, скорее всего, чиновники расторгнут. Елена Медрюк, Евгений Каднецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. С голливудской скоростью в центре Мукачева воры вынесли из магазина несколько десятков шуб из натурального меха. И на все про все у них ушло меньше минуты. Владельцы магазина заявляют о краже на миллион 200 тысяч гривен. В полиции уже установили, что у грабителей было трое. Уголовное дело они открыли по статье «Хищение» в особо крупных размерах. Вена ждет. Карлоса Пучдемона готовы принять в Австрии. Об этом заявил Норберт Хофер, которому прочат пост министра иностранных дел в правительстве этой страны. Минувшей ночью бывшего каталонского лидера и четверых его соратников бельгийский суд отпустил на свободу до окончательного решения по его делу. Все подробности выясняла Елена Абрамович. Оставить под стражей или отпустить? Чтобы принять решение у бельгийского следственного судей были сутки с момента, когда Пучдемон и его соратники появились в полицейском участке. То есть до 9 утра понедельника. Он справился раньше. Около полуночи Карлес Пучдемон уже покинул участок. Судья решил, что причин удерживать политиков под стражей нет. В течение 15 дней их должны вызвать снова, чтобы принять предварительное решение относительно европейского ареста. Испания пытается привлечь к ответственности Пучдемона и его команду за организацию референдума о независимости Каталонии. Слушание в Брюсселе назначили на 17 ноября. Однако защита может попросить отложить заседание. Пока же все на свободе. Ограничений политической активности или взаимодействия с медиа нет. Единственное, он не имеет права покидать страну. Должен сообщать, где находится и обязан явиться по требованию бельгийских властей. Если Бельгия решит все-таки наложить на Пучдемона европейский арест, то у него будет возможность обжаловать это решение в нескольких судебных инстанциях. Процессы могут затянуться и до выборов, которые испанские власти назначили в Каталонии на 21 декабря. Тем временем отстраненный от власти лидер может спокойно вести предвыборную кампанию с помощью медиа. По последним опросам партии, те, кто выступает за независимость Каталонии, имеют шансы победить на выборах. Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Саудовской Аравии нашли обломки вертолета, во время крушения которого погиб шейх Асир Мансур бин Мукрин. В Салоне, кроме аравийского принца, члена правящей династии были высокопоставленные чиновники. Аравийские политологи убеждены, что катастрофа это не случайно. В стране начал работу антикоррупционный комитет. Уже задержаны 4 министра, 11 принцев. Борьбу с коррупцией возглавил действующий министр обороны Саудовской Аравии, принц Мохаммед бин Салман. 25 тысяч делегатов и две недели заседаний. В немецком Бонне открылась конференция ООН по изменению климата. Даже представители США участвуют, несмотря на то, что эта страна вышла из глобального климатического соглашения. Что обсуждают на саммите и почему на нем председательствует республика Фиджи? Об этом и массовых протестах в Германии подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Председательствует одна страна, а принимает другая. Согласно ротации, эта конференция должна была проходить на островах Фиджи. Но власти республики заявили, не смогут разместить всех делегатов. Поэтому мероприятие перенесли в немецкий Бонн, но право определять повестку саммита оставили за Фиджи. Участников действительно много, 25 тысяч. Это политики, активисты самых разных организаций по защите окружающей среды и звезды Голливуда, которые активно занимаются этой темой. Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. Главная тема конференции – борьба с глобальным потеплением и реализация Парижского соглашения по климату. Его ратифицировали 169 государств. Они обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы до конца столетия удержать глобальное потепление. В рамках двух градусов Цельсия. Мы не имеем права на неудачу. В течение следующих двух недель мы должны сделать все, чтобы Парижское соглашение заработало. На конференцию приехала и американская делегация. Несмотря на то, что сразу после избрания президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. Еще несколько месяцев назад у нас были опасения, что решение США может вызвать эффект домино. Мы сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Конференция в Бонне очень важна. Она продемонстрирует, что весь мир един в этом вопросе. Ну а пока делегаты чинно заседают в конференц-залах, на улицах Бонна проходят массовые демонстрации. Уже несколько дней к ряду активисты проводят акции протеста, требуя закрыть угольные электростанции в Европе и перейти на возобновляемые источники энергии. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как Дональд Трамп насмешил японского премьера? Для чего швейцарцы придумали дрон оригами? И зачем британцам система распразднования усталости по голосу? Об этом не только в нашем обзоре. Конфуз Дональда Трампа в Японии. Президент США во время визита в императорский дворец удостоился чести покормить карпа в пруду вместе с японским премьером Синзо Абе. Оба лидера получили коробки с кормом. Специальными ложечками они должны были кормить рыбу маленькими порциями. Но Дональду Трампу быстро наскучил ритуал. И он высыпал весь корм сразу, чем рассмешил всех присутствующих. Новый женский рекорд скалолазания. Австрийка покорила самый трудный маршрут, так называемый 9-Б, в испанском регионе Вильянуэва-дель-Русарио. До нее это удалось сделать двум мужчинам. 31-летняя австрийка Ангела Айтер стала первой в мире женщиной, которая бросила вызов испанским скалам. Устройство, которое не даст водителю заснуть за рулем, придумали британцы. Специальная система способна распознавать усталость в голосе и подавать сигнал об остановке. Для этого в память устройство вносят несколько вариантов человеческой речи в разное время суток. Ученые утверждают, что изобретение сможет определить даже небольшую усталость с точностью до 90% после того, как зафиксируют паузы, тон и скорость разговора. Система может стать незаменимым помощником для транспортных фирм, которые следят за состоянием водителей. Необычный дрон придумали в Швейцарии. Его спроектировали по подобию оригами. Этот шар способен складываться, когда в нем нет необходимости. В раскладном виде аппарат покрывается специальной сеткой из углеродного волокна и похож на паука. Дрон быстро складывается и раскладывается в зависимости от задачи, которую выполняет. Одно из главных предназначений – доставка небольшого груза. Сетка в данном случае предохраняет ношу. Всего дрон совершил 150 полетов. При этом ни разу не ошибся адресом и не опоздал. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова